Но кто не знает выражение спать как хорек, это значит спать сладко и очень долго. И действительно, хорьки в своей жизни спят по 14 часов в сутки. Да, хоря? А иногда хорьки спят так крепко, что кажутся мертвыми. В этот момент вы можете делать с ними все, что угодно. Но это касается домашних хорьков. Они являются формой дикого лесного хорька, типичного жителя лесных массивов. Хотя его можно встретить в самых неожиданных местах, куда он иногда забегает в поисках пищи. Это млекопитающее принадлежит к семейству куниих, являясь типичным представителем рода ласки и хорьки. В длину животное может быть от 40 до 60 сантиметров. При этом весит хорек около полутора килограммов. Самцы у хорьков намного крупнее самок. Мордочка у зверка имеет притупленную форму. Голова овальная, а шея довольно длинная. На голове располагаются два маленьких глазика, имеющих коричневый цвет. Конечности хорька очень короткие, но зато они отличаются невероятной силой и мощностью. На территории России существует два вида хорьков – лесной темный хорь и светлый степной хорь. Мех хорька очень красив. Он имеет блестящую высокую темно-коричневую ось и густую светлую подпушь. Линяют только зимой. То есть после зимы они сбрасывают себя, как бы себя чешут, может быть, можно и так сказать. И вычесывают всю шерсть, которая не нужна, пух весь. И если это хорек беременный, она складывает свою шерсть, которую она начесала, себе в гнездо, которое она свила. Породы, не знаю, но есть окрасы. То есть есть black self, черный с носочками, с беленькими, либо на мордочке пятнышко белое. Либо это у меня соболиный окрас, соболи. Еще много разных окрасов. Вообще их разводят, разные окрасы появляются новые. Обычно в питомниках. Лесной хорек – оседлое животное. Он не совершает никаких миграций и очень привязан к месту своего обитания. Активная деятельность у зверяка наступает в темное время суток. Эти близкие родственники белок отлично лазают по деревьям. Для своего жилья выбирают норы. При этом сами свое жилище они редко строят. В основном занимают чужие дома. Кроме норы, может в качестве жилья использовать пустые деревья или сено, сложенное в стога. В домашних условиях хорьки проживают в клетках или коробках. Если хорек домашний, он может даже спать с человеком. А так вообще в принципе везде спят. То есть они ходят и никуда не убегают, они знают, что это их. Да. Можно сказать, что он как бы и полсобака, и полкошка. То есть может забраться куда угодно, ползучая. Ну и может вырыть ямку, как собака, около деревьев, закопаться куда-нибудь. Можно обучить как собаку хорька. То есть они могут запоминать те же самые команды, как и собаки. Но есть пределы. То есть они не могут сесть, как собаки. Я не знаю, как их садить. Так за лакомство все, что угодно сделают. То есть они обучаемые? Да. Исследования ученых показали, что этот небольшой зверек доживает до 12 лет в неволе. Основными излюбленными блюдами хорька являются представители мелких грызунов. Такие как мыши, водяные крысы, хомяки. Но хищная натура хорька заставляет его замахнуться и на более крупных животных. Зайцев, андаторов, сусликов. Иногда он может поедать птиц, лягушек, рыб, насекомых и беспозвоночных. Поэтому в домашних условиях рацион хорька должен состоять из продуктов животного происхождения, которые богаты белками и жирами. Брачный сезон у лесных, как и у домашних хорьков, приходится на весну. В это время хорьки, которые обычно живут сами по себе, встречаются. Они вообще одиночные животные. Живут они одни. У мальчика мальчик занимает норку. И если рядом есть девочка, они привлекают их. Может быть запахом даже привлекают. И за девочку они могут даже бороться. Это у нас? Няша. Это няша. Няша сколько? Няша около года. Это ее первая беременность? Да. Сколько длится беременность у хорьков? Около двух месяцев. То есть это, если сейчас март, то в конце апреля она... Да. ...получит потомство. Сколько хорьков бывает за один помет? От пяти до двенадцати. Пятьдесят дней где-то так. И хорек маленький. Уже становится как бы... Можно уже продавать и отдавать в добрые руки. Матери очень заботливые. Так как это такая же кошка. Только они как бы чаще отходят от потомства. Я смотрю, няша за няшей ухаживает. Няша за нюшей. Это что за ритуал такой? Ну, может быть, материнский инстинкт. То есть она уже к ней проявляет, да? Да. Готовится. В год хорек считается взрослой особью, способной к размножению. Как известно, вторую половину самцы привлекают своим особым запахом. Он появляется только во время гона. И он отличается от запаха, выпускаемого паранальными железами хорька. Случается это, если животное испугано или сильно возбуждено. Ну, наверное, как все хорьки, в природе они как бы... Это у них защита, как у скунцев. То есть они бывают... Там запах неприятный выдают, и все. От них сразу надо отходить. Мы видели как-то раз белого большого. Ну, прям вот такого, да. И он прям вот этот вот, наверное, испугался, аж загавкал на него. Затявкал. У нас дома собака, вот он и научился за ним. Повторять, да? То есть он, в принципе, звукоподражательный какой-то, да, издает? Ну, да, хорьки, они могут 50 звуков где-то издавать. А на что они похожи? Ну, честно, настолько пока что он издает звуки, может, очень редко собачий, тяф-тяф сказать. И, ну, пищит. Они издают звуки, ну, то есть обычно называют гугуканьем, вот. Ну, для того, чтобы либо завлечь самку, либо разговаривать между собой. Хозяева хорьков отмечают, что такие звуки, как шипение и писк, они слышат в первые дни появления хорька в доме. Молодые хорьки проверяют владельцев на прочность, пытаются доминировать. Все пробуют на зуб и шкодят. Но интеллект у хорька не хуже, чем у кошек и собак. Поэтому они анализируют ситуацию и подстраиваются под человека. Хорьки все разные. С ними очень тяжело справиться. То есть я сначала с Няшей не находила общий язык. Так как у Няши был свой характер, у меня свой характер. Мы как бы друг друга вообще почти не знали, когда я ее привезла. Она маленькая была, месячная. Вот. И была она очень резвая. То есть скакала, прыгала, бегала везде. Сейчас она такая спокойная, мы все семьей знаем ее. Хорек очень умный. Если наругать, то хорек сразу уйдет. Ну, обидится может быть так даже. Вот. У меня обычно, если я их ругаю, то они уходят, прячутся куда-нибудь. Со мной не спят. Это означает, прошло наказание успешно. Они поняли. А за что обычно ругаешь? Обычно ругаю за то, что кусаются, иногда дерутся. Вот. Моя Нюша может утащить что-нибудь себе в любимое местечко. Хорьки славятся любовью к запасам. Любая несъеденная добыча прячется в гнезде. Вот почему уборка в жилище домашнего хорька проводится ежедневно. А вот купание самого любимца можно устраивать не чаще раза в месяц. С помощью водных процедур шуба животного избавляется от пота. Опора на кожу имеет возможность дышать. Ну, в основном хори сразу, если видит воду, он растопыривает лапы и не хочет воду лезть. Но, как бы, я говорю, мыться надо, а плавать не умеет. Но воду он не очень любит. А плавает он как? Он плавает, ну, знаете, как, вот, ляжет, как выдра. Вот, и просто плывет. Вот так. Лапу не передвигает. Не ныряет? Нет, не кажется. Ну, я еще ни разу не видела. В природе хорьки прекрасно плавают и даже ныряют. При погружении головы в воду уши хорька закрываются. Кстати, слух у хорька относятся к хорошо развитым органам чувств, как и осязание. А вот зрение не самая сильная сторона хорька, так как они ведут полунорный, сумеречный образ жизни. Впрочем, домашнему питомцу это не мешает охотиться на мячики, гулять на улице и радоваться жизни. А жизнерадостность и любопытность этого зверька наверняка принесут много удовольствия тем, кто решится завести хорька дома. Как можно так сказать? Я не знаю. Он что обнимался подрать? О, чешется. Субтитры сделал DimaTorzok